18 и 19 февраля 2021 года города исполнилось ровно 100 лет с того времени как во время обороны Тбилиси в сражении с многократно превосходящими силами Красной Армии за свободу и независимость Грузии вступил отряд мусульман-азербайджанцев из Борчала и Тбилиси. В 1921 году Грузия и Азербайджан столкнулись с могущественным противником – Советской Россией. Командир отряда Едигарова заявил о безусловной преданности азербайджанцев-мусульман делу защиты Грузии. Об этом есть свидетельство – сообщение в грузинской газете «Республика». Помощь азербайджанцев во время большевистского нашествия 1918-1919 годов имела решающее значение. Грузинская армия отбила атаку врага, смогла перейти в контратаку и на неделю отсрочила падение Тбилиси. События развивались следующим образом – вечером 18 февраля передовые подразделения Красной Армии дошли до Саганлуги. Грузинские войска, в том числе и Борчалинские и тбилисские азербайджанцы в течение всей ночи отбивали атаки большевистских войск, а на рассвете при поддержке броневиков перешли в контрнаступление и добились серьезного успеха, в плен было взято 1600 человек, по отступающим частям 11-й Красной Армии ударила артиллерия. Это была, по сути, первая победа грузинской армии над во много раз превосходящими ее красными войсками. Она позволила как минимум до 24 февраля 1921 года города успешно оборонять столицу Грузии. Подтянув резервы, Красная Армия 24 февраля, после мощной артиллерийской подготовки, перешла в решающее наступление на всех участках фронта. В этот же день началась грузинского эвакуация правительства в Кутаиси. 25 февраля положение Тбилиси стало критическим. Красная Армия в несколько раз превосходила по численности ряды защитников города. В этих условиях грузинское командование приняло решение, в целях сохранения армии, во избежание жертв среди мирного населения, оставить Тбилиси. Так закончилась героическая недельная оборона Тифлиса в 1921 году, во время которой плечом к плечу с грузинами сражались и азербайджанские воины. После падения Тбилиси 4 марта Красная Армия заняла часть Сухуми, а 9 марта – Зугдиди. 10 марта большевики вошли в покинутой грузинской армией Кутаиси, 14 марта был оставлен Пати, 17 марта было подписано перемирие, 18 марта – по факту соглашения о капитуляции, а 19 марта Красной Армии был сдан Батуми. Более чем месячное героическое сопротивление грузинской армии многократно превосходящим силам советской России окончилось поражением. Грузия, как и ранее Азербайджан, оказалась под советской оккупацией. Субтитры создавал DimaTorzok